Доброе утро, дорогие друзья! 7 и 8 мая телеканал Югра представит для всех поклонников искусства музыкальный проект «Чайковский марафон». В чем уникальность этого проекта и будущих премьерах, мы поговорим с художественным руководителем, главным дирижером концертного оркестра Югры Сергеем Свиридовым. Сергей, доброе утро! Доброе утро! До этого проект был исполнен лишь однажды в симфоническом оркестре Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. А духовное исполнение и фортепиано – это было новое прочтение? Ну, это было вообще, мне кажется, все-таки всемирная премьера. Во всяком случае, я никогда не слышал, чтобы фортепиано и концерты Петра Ильича Чайковского исполнялись с духовным оркестром где-либо. Поэтому у нас это была действительно всемирная премьера. Ну, мы того уж вам доверяем, это точно. Спасибо. Я думаю, что и зритель в том числе. А почему «Чайковский марафон»? Одна мысль в две головы. Мысль материальная, она реализовалась все-таки. Ну, во-первых, может быть, это покажется банальным, но Чайковский – это один из моих любимых все-таки композиторов. И захотелось, а так как я все-таки в прошлом пианист, мне захотелось исполнить именно фортепиано и концерты, и показать наших солисток. Все-таки я уже как-то говорил об этом, что мы делали все своими силами, без приглашения каких-либо солистов из других регионов. Ну, здесь еще часть вопроса-то в том, что почему марафон? Марафон, ну, это же забег. Забег на длинную дистанцию. То есть такая длинная дистанция? Это очень длинная дистанция. Это два с половиной часа музыки. Ого. Исполнить все фортепианные концерты в один вечер, и помимо этого еще бонусом мы исполнили увертюру фантазии Ромео и Жилетта, это довольно сложно. Дело в том, что мне как-то с Москвы сказали, тут, говорят, симфонические оркестры-то за это не берутся, для которых это написано изначально, а тут сыграть это духовым – это был подвиг. А вообще, ну, понятно, что пианистки менялись, да? А зритель выдержал этот марафон? Ну, скажем, откровенно, нет. Хотя те, кому это было действительно до конца интересно, они отсидели от первой до последней ноты. Ну, потому что там произведения были разнообразные вообще? Да, но тематика – это все-таки одна. У Чайковского всегда добро побеждает зло, и неважно, в каком произведении, это везде всегда одинаково. Как долго вы готовились к этому марафону? Вот к этому мы готовились достаточно долго, потому что и аранжировки мы готовили долго, и долго досконально проучили текст, чтобы это звучало именно, как мы себя позиционируем, как симфонический бенд, поэтому, ну, наверное, порядка полутора месяцев. А в чем сложность для вас была? Сложность освоить это не просто в качестве музыкального материала и текста, а сделать это действительно достойно и показать на широкую публику, чтобы было не стыдно потом транслировать и показывать своим коллегам. Сергей, а почему вот именно в такой цветовой гамме вы решили сценографию? Вообще, на самом деле, я выбирал долго портрет Петра Ильича, и он потом поместился у нас и вот на экране, и на афишах, но в итоге, когда он появился на экране, почему-то получился другого цвета. Да, вот это было для меня очень... Не, ну вот сама, основная одежда, это сцены черная. Ну, основная черная, но это чтобы зрителя не отвлекало ничего, кроме музыки, чтобы он мог сконцентрироваться только на музыке. Это же очень важно, чтобы меньше вот этого ненужного антуража. Тем более, это все-таки академический концерт. И здесь, ну, можно было украсить немножко цветами, там какой-то фон такой создать, но основа – это музыка. А вот смотрите, вот наши зрители увидят эти концерты на телеэкранах на своих, да? Вот вы бы какое бы Dolby Surround предложили выбрать для просмотра? Семь и один. Семь и один? Да. Не, ну, конечно, стерео, как правило, такое нужно слушать стерео, и не более того, этого достаточно будет. Тем более, что достаточно неплохой звук получился, и очень хорошая картинка. Я в этом очень благодарен нашим режиссерам, и Ирине Голиковой, и Сергею Клименко, и нашим звукорежиссерам, и все, кто с нами работал, всей этой команде, вашей замечательной дружной команде, телерадиокомпания «Югра» и нашей команде «Югра Классик». Мне кажется, что это получилось очень хорошо, потому что есть с чем сравнивать. Пару лет назад мы тоже записывали концерт, и это был концерт на «Страже мира», тогда мы играли «Песни военных лет», это в преддверии Дня Победы тоже было, и «Девятую симфонию Шостаковича», это победная симфония Шостаковича, написанная в 45-м году. Но вот если сравнивать и качество звучания оркестра, и качество съемки, и звук, то, конечно, правда, это небо и земля. На сегодняшний день уровень гораздо-гораздо выше. Большое спасибо, но мы к «Марафону» тоже готовились. И у нас за добрые славы большое спасибо. Итак, впереди еще, мы говорили о телевизионных проектах, теперь впереди еще и 9 мая. На 9 мая что вы подготовили для зрителей, гостей нашего города? Ну, как всегда, мы должны, обязаны отдавать дань памяти нашим и предкам, и людям погибшим на фронте, или, слава богу, еще живущим ныне с нами. И, конечно, как артисты мы должны отмечать это на сцене и дарить этот праздник людям со сцены. Это будет общий проект концертно-театрального центра «Югроклассик», и он называется «Война и жизнь». И оркестр будет участвовать там в качестве аккомпаниатора. С нами будут работать солисты Югры, ансамбль русской песни «Млада», театр танца «Смола» и ансамбль песни и танца. Да, простите, пожалуйста. И в качестве аккомпанемента мы будем сопровождать всех, все эти коллективы. Нам известно, что две премьеры еще будут. У нас еще впереди две премьеры, да. Ну, вкратце пытаюсь рассказать быстро. 27 мая у нас будет концерт в органном зале. Это будет камерный концерт оркестра Югры. Там будет участвовать группа кларнетов нашего коллектива. И концерт мы назвали «Черное дерево». Это то дерево, из которого изготавливаются кларнеты, на которых мы играем. Потому что люди иногда задают вопрос, что это за инструмент, из чего он делается и так далее. Так, Сергей, все, не раскрывайте. Мы перед этим еще предварительно обязательно встретимся. И вторая премьера. И вторая премьера – это вторая сказка с оркестром в Югре, опять сделанная нами, нашими силами. Она называется «Маленький принц» по сказке Экзюпери. Интересно. Большое спасибо. Ну, чувствуется, есть повод нам встретиться после майских праздников. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо.